МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И почему, как только новая купюра была пущена в оборот, в США началась Великая депрессия? В периоды войн, революций и экономических кризисов мы начинаем задумываться, что это происходит не просто так. И все это организовано некими тайными обществами, которые управляют миром из-за кулис. Что можно сказать о том, что тайные общества, как говорится, правят миром? Тайных обществ масса. Что они из себя представляют, не знает никто. Недавно группа американских математиков провела исследование и доказала, что ряд крупных компаний оказывает влияние на жизнь всей планеты. Они выявили с помощью математической модели 147 таких компаний. 147 компаний транснациональных корпораций, то, что называется ТНК, сокращен. Столько же богатейших людей мира, владельцев самых крупных корпораций, по одним данным 150, по другим 120 человек, в 1954 году создали закрытый клуб, получивший название Бильдербергский. Мы можем смело предполагать, что связи Бильдербергского клуба и этих избранных компаний, скорее всего, очевидны. Возможно, это и есть то самое загадочное дневое правительство, которое управляет миром сегодня. Деятельность Бильдербергского клуба окружена тайной. В клубе соблюдается строгая иерархия. И реальная власть сосредоточена в руках нескольких человек. Журнал «Форбс», когда печатает богатейших людей мира, если кто-то возьмет на себя желание полистать его, то с удивлением увидишь, что там нет фамилии Рокфеллер, Оппенгеймер, Ротшильд, Дюпон, Морган и так далее, и так далее, Таймс. То есть как раз богатейшая десятка вообще в журнал «Форбс» не ходит, как это ни удивительно. Все дело в строжайшей конспирации. Богатейшая десятка раз в год собирается на одном из островов Карибского моря. Что происходит за закрытыми дверями, неизвестно. Был разговор с бароном Ротшильдом, старым бароном Ротшильдом, то есть главой семейства. Я его спросил, а вот действительно, что масоны, они что-то из себя представляют о мировой закулисье, о мировом правительстве. Он сказал, ну что вы, что вы, мы тут собираемся, стареющие джентльмены, поговорим о музыке, о культуре, о живописи. Сделал паузу, добавил, а на завтра цены на нефть обвалятся. Вот это его дословные слова. Возможно, и высшие бельдербергские комитеты, и рядовые участники клуба являются членами различных тайных обществ. В пользу этой версии говорит странный факт. На логотипах 147 самых влиятельных компаний присутствуют масонские символы, как и на американском долларе. Это произошло в 1934 году в Америке в разгар Великой Депрессии. Генри Олес, помощник президента Соединенных Штатов, предложил Франклину Рузвельту самый оригинальный способ борьбы с экономическим кризисом. Поместить на однодолларовую купюру священные масонские символы. И президент согласился. Возможно, его решение стало отчаянной попыткой спасти положение. Ведь в тот момент в Америке были безработица, голод, массовые беспорядки. Так началась Великая Игра, цель которой стала понятна лишь спустя десятки лет. Это ванкнота 1928 года, а это 1935. На оборотной стороне появилась большая государственная печать Америки. По одной из версий, дизайн нового доллара Генри Олес поручил сделать известному русскому мистику Николаю Рериху. Этот факт скрывают до сих пор. Семья Рериха была связана с масонством во многих поколениях. Дед художника входил в рижскую масонскую ложу, а родственники его матери были членами ордена Розенкрейцеров. В 1935 году, во время своего третьего и последнего пребывания в Америке, Николай Рерих якобы тайно работает над новым дизайном доллара под псевдонимом Сергей Макроновский. Что заставило создателей купюры тщательно запутывать следы. Скорее всего, Генри Олес действовал по поручению очень влиятельных людей. Итак, в левом углу доллара пирамида из 13 кирпичных ступеней. Над ней в лучах света парит всевидящее око. Или глаз Люцифера. Это пирамида иллюминатов. Иллюминатов как организационная структура никогда не существовала и не существует в природе. А названием иллюминат, или более подробно, это звучит как темплиер иллюминат, через черточку. Называется высшая часть любого тайного общества. Политбюро выражается сайским языком. Однако есть данные, что орден иллюминатов все же существовал. Он был образован в 1776 году в Баварии иезуитом профессором Йонгольдштадтского университета Адамом Вейсгауптом. Формальная цель ордена – распространение либеральных идей. Однако у Адама Вейсгаупта были более частолюбивые планы. Он готовил передел мира. Девиз ордена – новый мировой порядок. Кстати, эти слова нанесены и на долларовую купюру. За этим стояла и форма такого, может быть, жестокого, скажем, послания к обществу. Как удалось иллюминатам не только захватить мир, но и убедить всех, что их не существует? План был дьявольски прост – внедрить братьев иллюминатов в масонские ложи и захватить контроль над ними. Если бы иллюминаты звучали на греческом, то они звучали бы очень нам хорошо знакомо. Они бы звучали люциферой. Но для того, чтобы не использовать так хорошо, что всем знакомое звучащее, его перевели на латыни. Они стали звучать иллюминатой. Что такое люцифера или иллюмината, если дословно перевести? Это или сияющие, или просвещенные. Возможно ли, чтобы все великие потрясения, которые переживал мир, были делом их рук? Мы понимаем, что Великая Французская революция не могла бы произойти без участия членов тайных обществ. Мы понимаем, что Великая Американская революция, которая велась с Джорджием Вашингтоном, не могла бы, наверное, состояться, если бы не содействие, скажем, масонов. Это лобби, это и политический клуб, и место для мистических различных размышлений. Все это в одном узле. Февраль 1917 года власть в России переходит к Временному правительству. Царь отрекается от престола. И практически все члены Временного правительства – это члены масонских организаций. Случайно ли совпадение, что на мировой валюте присутствуют символы теневого правительства, которое правит миром? Миром правит некое мировое правительство, мировая закулиса. Вот собирается несколько человек, там, 10, 20, 30, и решает все проблемы. Как нефть должна упасть, как золото должно упасть, в какой стране сделают революцию. Тайны общества существуют и сегодня. Они хранят древние знания, занимаются мистикой и управляют миром. Но о них известно так мало, что создается впечатление, что это всего лишь домыслы. И все же, недавний пример. Революция рос в Грузии в 2003 году. Всюду разбрасывались розы, а затем страна берет себе флаг ордена рыцарей Святого Гроба Господня – белое полотнище с пятью красными крестами. Вы видите тайный обряд посвящения в ученики. Съемки сделаны скрытой камерой в ноябре 2011 года в одной из масонских лож Израиля. А это монастырь Святого Георгия в Иерусалиме. Место таинственное и непонятное. С одной стороны, это обычный храм, но почему-то многие иконы, украшающие его, противоречат христианскому канону. Раньше там висела самая древняя икона Святого Георгия, на которой Георгий не убивает дракона. А стоит Георгий и стоит дракон. Мило разговаривает и дракон ему протягивает в своих лапках яблоко. Яблоко – это плод знания. Именно в монастыре Святого Георгия собираются представители тайных обществ. Достаточно взглянуть на эти подушки с древней масонской символикой и современными датами. Тайные общества, тайные организации, они очень берегут, накидывают покров в тайны на то, что не дано знать широким массам. Что скрывают эти люди и почему они так тщательно охраняют свои секреты? Есть версии, что им известны древние знания, оставленные на Земле иными цивилизациями. Магические артефакты, дарующие власть, деньги и славу. Из-за них вот уже несколько тысячелетий идет настоящая война, о которой не подозревают обычные люди. Существует легенда о Союзе девяти неизвестных. Возможно, эти девять бессмертных охраняют древние знания и берегут планету от уничтожения. В их руках находится мистическая власть над миром, а вокруг них сформировалась целая сеть тайных обществ. Есть такая наука конспирология, которая как раз занимается изучением истории тайных обществ и их влияния на историю. И конспирологи говорили о том, что, в принципе, такое глобальное управление миром происходит вплоть до того, что абсолютно несколько человек управляют миром. Девять неизвестных, так называемых, которые вот с покон веков руководят процессом, прогрессом, вообще развитием цивилизации и его контролируют. По одной из легенд, Союз был создан во времена, описанные в индийском эпосе Махабхарата. Именно тогда произошла битва землян с инопланетянами, в которой применялось оружие богов. По поражающему эффекту его можно сравнить с современным ядерным или биологическим оружием. О девяти неизвестных упоминает древнегреческий философ Платон. Он называет их бессмертными потомками девяти царей Атлантиды. Атль на древнем языке означает власть. Значит, Атланты это властители. После вселенской катастрофы, когда исчезла Атлантида, они отправились в Египет, чтобы сохранить тайное оккультное знание. Познание, которое зиждется прежде всего на том, чтобы узнать некие тайные пружины, управляющие миром, историей, человеком, человечеством, и при этом сохранить это знание при себе. То есть только посвященные могут быть причастны к этим тайнам. По легенде, сакральные знания были нанесены на магический кристалл Меркабу. И за ним несколько тысячелетий идет настоящая охота. Под Ростовом находится какой-то необычный объект в форме яйца. Или кристаллический объект, как они говорят, кристалл жизни так называемый. Это находится под Ростовом в одной из пещер. Кто находится рядом с этим кристаллом, тот начинает наполняться жизнью и начинает обладать сверхспособностями. Мер, свет, ка, дух, ба, реальность. Так переводится это слово с древнеегипетского. В других языках Меркаба часто переводится как небесная колесница. Кристалл Меркаба хранит тайну управления пространством, временем и человеком. С его помощью можно совершить переход в параллельные миры. Внешне Меркаба представляет собой трехмерный символ масонства, звезду Давида. Возможно, древние мудрецы охраняют именно эту реликвию. Ведь если посмотреть, все тайные общества ведут свою историю о древности, как они говорят. Ну там, масоны от древнеегипетских жрецов, зонкрейцеры от древнеегипетских жрецов. Или еще дальше, там, от Атлантиды, от Лемурии, от Му, темплиеры, то же самое. Существует древнее предание о подземном храме Семи Теней, который построили в подземельях Ростова-на-Дону человекообразные существа, населявшие эти места тысячи лет назад. Они были магами, умели перемещаться во времени и даже летали к другим планетам. Это раса исследователей, которые собирают знания по всей Вселенной, и где они на планете остаются, там они оставляют все свои знания накопленные, которые успели накопить до этой планеты. Предание называет этих существ стиксами, так же, как и реку, разделяющую наш мир с тонким миром мертвых. И существует такая инопланетная цивилизация, как стиксы. Они в основном обитают в воде, и они специально вырыли подземелья возле дона, возле реки, чтобы им легче было туда заходить. По легенде, в одном из подземельей стиксы хранили магический артефакт – кристалл жизни. Другое название кристалла – меркаба. Он изготовлен по инопланетной технологии и является источником дешевой энергии. Генерируя энергию Солнца и Луны, стиксы с помощью этого магического кристалла управляли гравитационными и электромагнитными полями планеты и создавали пространственно-временные воронки, через которые перемещались в параллельные миры. Но вечная батарейка оказалась опасным оружием. Если кто-то зайдет в храм, то он должен, он получит все эти знания, но он должен остаться там и охранять, как бы, эти знания. Вообще, называется этот храм семи теней, потому что, по легенде, охраняется семью тенями, то есть семь адептов этого клана. Храм семи теней существует до сих пор. Многие спускаются в подземелье Ростова-на-Дону, чтобы найти магический кристалл. Но это не удалось никому. Куда исчез древний артефакт? Возможно, он скрыт в параллельном мире. Мы находимся в довольно интересной комнате. Здесь нарисован символ довольно правильно одного очень старого мистического ордена под названием Орден Храдителей Смерти. Орден людей, которые занимаются некромантией, практикующие. Возможно, здесь они проводили какой-то свой ритуал. Вот мы видим на потолке пентаграмма с руническими символами. И вот на следе еще интересная отметина, которую мы обычно обличают дни. Возможно, какой-то человек провел здесь 4 недели. Доказать существование стиксов удалось археологам. Проводя раскопки на территории Ростовской области, они обнаружили самое странное поселение, которое когда-либо существовало на нашей планете. Танаис – гигантский мегаполис в Усть-Идона. Его площадь почти 100 километров. А население в те годы составляло несколько сотен тысяч человек. Более того, раскопки показали, что в Танаисе жили не совсем обычные люди. У скифов, так называемых жрецов, которые там находились в скифском поселении, черепа были вытянутой формы. Они напоминали как бы черепа богов. Или они специально вытягивали эти черепа. Или на самом деле были такие люди с вытянутыми головами. Именно вытянутыми овальной формы. Вот такие яйцевидные черепа находят во время раскопок в Танаисе ростовские археологи. А это статуэтки из Каирского музея. Изображение дочерей египетского фараона Эхнатона. Точно такие же удлиненные черепа, изящные лица, длинные пальцы на руках. Такие же черепа были у фараона Эхнатона и у его жены царицы Нефертити. Затылочная часть черепа сильно оттянута назад. Можно предположить, что фараоны являлись потомками, были потомками атлантов. О чем и говорит их внешний облик. Скорее всего в Танаисе жили атланты. Получается, что стиксы и атланты один и тот же народ. Поэтому и магический кристалл мог находиться в ростовских подземельях. Но где же он сегодня? Недавно появилась информация, что кристалл затоплен на дне Атлантического океана. Это место называют Бермудским треугольником. Аномальной зоной, в которой искажается время. Там, на морском дне, в 1998 году, были найдены развалины странного сооружения, похожего на огромную пирамиду. Ситуация в том, что мы реально всегда и всю жизнь знали со времен самых-самых древних, что есть правда для элиты и есть правда для масс. И они никогда не совпадают. На севере европейского континента существует еще один подземный тайник. Он построен цивилизацией, которая появилась на Земле намного раньше Атлантиды. Это Гиперборея. Возможно, магический кристалл находится именно там. Не зря это место до сих пор притягивает тайны общества всего мира. Кольский полуостров, горный массив Луяврорт или Лавозерские тундры возвышается более чем на километровую высоту. Этим горам 350 миллионов лет. Луяврорт представляет собой полуразрушенный вулкан, в центре которого гигантский 25-метровый кратер Сейдозера, а по периметру 12 небольших озер кратеров. Геологи называют их цирками. Вот эти цирки, они, скажем так, по своему внешнему виду и по своему генезису, они практически опровергают теорию геоморфологии. На Луяврорте никогда не было вулканов. Откуда же тогда взялись все эти кратеры? По версии исследователя Александра Горвитца, это следы древней цивилизации, которая существовала здесь несколько тысячелетий назад. Если гиперборея была достаточно развитой цивилизацией, в том числе технически развитой цивилизации, о чем, скажем так, говорят люди, занимающиеся этой темой вплотную, вполне вероятно, что у них была своя металлургическая промышленность. Цирки Луяврорта являются заброшенными карьерами, в которых добывали руду металлурги гипербореи, поскольку именно здесь она обогащена так называемыми редкими элементами, которые используются для высокотехнологичного производства в оптоэлектронике, лазерной, атомной и химической промышленности. Представлял собой некое такое хранилище, хранилище реальных культурных ценностей гипербореи. То есть территории этого вулкана, вероятно, они сделали какие-то подземные хранилища. Это вполне вероятно. Почему? Потому что в центре Луяврорта проходит застывший магматический ствол диаметром 6 километров. Застывая, лава сжимается, и вокруг нее образуются огромные подземные пещеры. Именно там мог быть спрятан магический кристалл Меркава. Это гигантское зало высотой от 25 до 30 метров, площади нескольких километров, которое в состоянии вместить в себя колоссальное количество самых различных артефактов всего того, что могли бы оставить нам гипербореицы. Соловки, кузовской архипелаг, все тот же Кольский полуостров. Земли древней гипербореи. Здесь в 30-е годы прошлого века спецподразделение НКВД, носящее странное название отдела расшифровки, пыталось найти сокровища гиперборейцев. Спецслужбой в первую очередь интересовали артефакты власти. Глеб Буки знаменитый, соратник Дзержинского и правая рука его правая. Туда входили такие тоже хорошо всем известные люди. Яков Блюмкин, тот, который создавал сеть на Ближнем Востоке и в Шамбал уходил. Туда входил Рейрих, туда входил Гурджиев, туда входил профессор Успенский, туда входили Барченко. Гурджиев. 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 Он случайно съездил в Турцию и там проболтался о том, что советская разведка собирается идти в Шамбалу. Саму экспедицию возглавляла известная личность Николая Рейрих. И тут же в Шамбалу бросились немецкая разведка, английская разведка, японская разведка, французская разведка. То есть знаменитая битва за Шамбалу, на перегонки, на убой. А в это время тихо, спокойно, глубокий начинает изучать Соловецкие лабиринты. Предполагают, что через лабиринты можно было попасть в параллельный мир. И древние пещеры гиперборейцев, туда, где находится магический кристалл Меркава. Через лабиринты были такие версии, я не знаю, подтверждены они или нет. Через лабиринты входы в параллельные измерения. На островах появляется Соловецкий лагерь особого назначения. Туда собирают известных ученых, мистиков и философов. Им создают все условия для исследований. Из слона, из Соловецкого лагеря особого назначения, кроме тех, кто умер естественной смерти, например, Флоренский, который туда чахоточным приехал, и все-таки два года там еще прожил, все остальные вернулись назад и заняли очень большие посты в советской номенклатуре. Есть версия, что им все-таки удалось попасть в параллельный мир. Но магический кристалл власти не был найден. Но есть еще один след, ведущий к Меркабе и к девяти мудрецам. Известный американский ясновидящий Эдгар Кейси неоднократно получал откровения о некоем в зале летописи, в котором хранится тайный архив атлантов, нанесенный на кристаллические носители. Дорогу к залу летописи укажет сфинкс, утверждал Кейси. Как понимать его слова, долгое время не знали. Пока весной 1945 года сын короля Египта, принц Фарук, не посетил плато Гиза. Принц присел на плиту у подножья большого сфинкса и неожиданно привел в действие скрытый механизм, который открывал вход в тоннель. Шахта была наполовину затоплена и вела в огромный зал. Там находились папирусные свитки, которые подтверждали существование магической библиотеки и кристалла Меркаба. Трина существования некого тайного знания, которое передается из поколения в поколение, и которое очень часто связывают опять же с Азией, с Временным Востоком, или вот с традицией пирамид, то есть с Древним Египтом, с Севером Африки. Она как бы вот транслировалась. В частности, она транслировалась изначально из алхимиков, затем следующие, кто эту традицию стал передавать и развивать, это были розенкрейцеры. Розенкрейцеры. Рыцари креста и розы. Вначале они именовались Великим Белым Братством. Согласно тайному учению ордена, их история начинается с того времени, когда жители затонувшего континента Атлантида высадились на берегах Древнего Египта и принесли туда знания о своей цивилизации, и передали их жрецам и фараонам. Кстати, знак, который до сих пор носят все мастера ордена, золотой египетский крест Анг и розовый лотос, придумал фараон Эхнатон. Его инопланетное происхождение практически доказано. Есть еще другие анатомические особенности. Его мозг превышает человечески в полтора раза. И у Эхнатона, и у его жены Нефертити было два сердца. Ну и необыкновенно высокий рост. Кстати, и сейчас нередко в древних египетских захоронениях находят скелеты двухметрового роста. Итак, согласно масонским легендам, первые розенкрейцеры были бессмертными жрецами Древнего Египта и хранителями знаний Атлантов. Известно, что первоначально, в 1489 году до нашей эры, орден состоял из 12 человек, 9 мужчин и 3 женщин. Не это ли те самые 9 неизвестных, которые до сих пор охраняют главное сокровище, таинственный кристалл Меркабу, и тайно управляют миром? Скорее всего, среди них был и великий маг Тодгер Меострис Мегист. История знает множество его имен. Библейский Енох, египетский бог Тодд, целитель и архитектор Имхотеп. Кем был Имхотеп на самом деле – загадка, но современники всерьез считали его богом. По одной из версий, он был представителем иной цивилизации. Во всяком случае, то, что он умел делать, выходит за рамки человеческих возможностей. Он спроектировал первую ступенчатую пирамиду, придумал залы с колоннами, написал первую в истории книгу по диагностике и лечению болезней, был первым советником фараона и главным жрецом Египта. Имхотеп прожил в Египте 140 лет и бесследно исчез. Кстати, могила воплощенного бога до сих пор не найдена. Но в 1118 году он вновь появился на исторической арене вместе с другими хранителями кристалла Меркабы. Здесь, на храмовой горе в Иерусалиме, началась известная нам история тайных обществ. В 1118 году, после первого крестового похода, девять рыцарей дали обет охранять паломников, которые шли поклоняться святыням Иерусалима. Резиденция братства находилась на храмовой горе в Иерусалиме, там, где некогда был древний храм Соломона. Поэтому и называли себя девять рыцарей тамплиерами. Это не храмовник, как нам все время говорят, что тамп, а слово храм. Нет, тамп, а слово башня. Или по-русски закром. Или хранилище. Тамплиеры – это хранители, а не храмовники. Тот, кто в любом обществе хранит основную идею этого общества и общемировую идею, и следит за тем, что происходит в обществе, ну, у нас по блатному это смотрящие. История тамплиеров с самого начала полна странностей и недомолвок. О первых годах существования братства историки умалчивают. Откуда они пришли? Почему их было всего девять? Что за гигантские подземные пространства на месте храма Соломона расчищало братья? Можно предположить, что они искали Ковчег Завета как средоточие мудрости или технологии, которая могла остаться от допотопных цивилизаций. Под храмовой горой исследователи обнаружили целую сеть разветвленных подземелий. А сама стена, построенная Иродом, хранит много загадок. Например, в основании фундамента – древние мегалиты. Каким образом они могли перемещаться, и как они стыковались с такой точностью, что и сейчас туда невозможно просунуть нож, неизвестно. Поэтому у многих исследователей существует соблазн приписать эту кладку до человеческой цивилизации. Сегодня удалось точно определить возраст кладки. Среди камней сохранились древние окаменевшие балки. Но можно утверждать, что им не менее 100 тысяч лет. То есть к известным ныне цивилизациям эта каменная кладка не относится. Это видео снято 28 января 2011 года. На нем видно, как продолговатая светящаяся точка медленно плывет над Храмовой горой, а затем после яркой вспышки резко уходит вверх. Версия, что над Иерусалимом маневрировал военный самолет-беспилотник, была опровергнута в тот же день. Дело в том, что все полеты в этой части Иерусалима, где расположены святыни, строго-настрого запрещены. Возможно, это были пришельцы. Масонские организации не отрицают их присутствие на земле. Один масон высокого ранга выразился так «Над нами кто-то есть, и нами управляют». У них есть такая книжка, типа Ветхого Завета, которая называется «Из тьми веков». Она состоит из нескольких книг. «Книга богов», «Книга богов и людей», «Книга людей». О том, и «Книга богов», в «Книге богов» говорится о том, как инопланетные цивилизации прилетели на Землю, и просто решили здесь посмотреть, как все будет. Было два вида богов, скажем так, два вида. Один вид богов – это те, кто прилетел со звездия Ориона, а другой вид богов – те, кто прилетел со звездия Лебедя. Ночью 5 ноября 2001 года в городе Игер, штат Аризона, был застрелен Уильям Милтон Купер, лидер направления, известного под названием «Теория заговора». В 1989 году он направил так называемую петицию обвинения членам Американского Сената и Палаты представителей. Документ содержал историю контактов с пришельцами, начиная с 1936 года. В петиции обвинения были фотографии пришельцев, снимки вскрытия их тел, виды НЛО снаружи и изнутри, и даже данные об инопланетянине, которого обнаружили на месте крушения НЛО в Розуэль. Купер раскрывал секрет одного из самых невероятных мировых заговоров. «Большая часть нашего технического прогресса со времен Второй мировой войны», писал Купер, «обусловлена освоением технологий пришельцев в зоне 51». «Ну, началось с Эйзенхауэра, потом с Трумэном там. Дело в том, что они же заключили договор, в каком плане, что они могут похищать людей, так, взамен на какие-то технологии». В 1954 году президент Эйзенхауэр подписал секретный исполнительный меморандум NSC-5410 о создании комитета под названием «Маджорити-12». Он вел надзор и контролировал всю тайную деятельность в отношении внеземных цивилизаций. В состав «Маджорити-12» вошли директор ЦРУ Аллен Даллес, Нельсон Рокфеллер и государственный секретарь обороны Чарльз Уилсон. Могущество этого тайного общества было настолько велико, что никто после Кеннеди не набрался мужества сообщить американцам всю правду об НЛО. Джон Фиджеральд Кеннеди, выдающийся президент Соединенных Штатов, за 10 дней до своей гибели обратился в НАСА и в ЦРУ с просьбой выдать ему файлы про НЛО. Через 10 дней его убили, и вот сейчас рассуждения такие, что убили, потому что он не в свое дело палил. Возможно, он собирался обнародовать информацию о договоре с инопланетянами. Тем более, что перед этим он снял с поста директора ЦРУ Аллена Даллеса и все его ближайшее окружение. Кеннеди был застрелен утром 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Он провел тайную операцию, организованную ЦРУ, пятым отделом ФБР и секретной разведслужбой ВМС. ...пробную партию однодолларовых купюр, где было просто написано «один доллар США». И не было написано, то, что написано на всех остальных банкнотах, резервная федеральная система, которая представляет себе частную контору, которой Соединенные Штаты должны столько денег, что не дадут никогда. Частной компании, в которой входит, ну, известно просто, вот то, что известно, входит 9 больших банков и 9 пандрецов, как заповеданного за 9, определяют давать миру эти доллары, печатать их, если печатать, кому их давать и так далее. Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы, говорил основатель династии Ротшильдов. Это все вышло так далеко, зашло и настолько серьезно, что детские забавы уже кончились, и мы можем говорить только о том, что такое, значит, мировое правительство, оно фактически готовится, уже и власти сейчас, выпускники Бельбердерского клуба, Тройственной комиссии, школы Рокфеллера, они уже в большинстве стран фактически работают. Причем, если на планете нет. Есть данные, что в руках мирового правительства не только финансовые системы, но и новейшие виды вооружений, ядерное, биологическое и информационное оружие. Блеф про озоновые дыры. Совершенно кошмарные. Какие деньги уходят на борьбу с озоновыми дырами. Никаких озоновых дыр просто не существует, об этом все геофизики знают. Очередная сказка про глобальное потепление. Солист группы Учкудук, Зиот и Шанхаджаев видел это своими глазами. В тот день он приехал на Манхэттен, чтобы встретиться с компаньон. Зиот поднялся в здание. Компаньон опаздывал. Зиот вышел на улицу покурить. Помню только тот момент, когда спустился, взял сигарету и как-то зажигалку, и такой шум. Ходится в аэропорт в этот момент, взлет самолет. Такое вот было ощущение у меня. Но это ощущение не заставило долго ждать. И когда этот самолет врезался в это здание, я еще не успел как бы только вот прикурить. А дальше начался апокалипсис. Прошло уже 10 лет, а Зиот не может говорить об этом спокойно. Люди прыгали вниз. Они летели, свободным полетом, и слышен был звук, как они падают. Это жутко, конечно. Пока этот момент происходило, второй самолет врезался в другую башню. И вот тот момент, мне показалось, что это уже конец чему-то, я не знаю. Я даже не знал, что делать. И толпа людей, которые стали меня автоматически внести в сторону Броклин-Бридж, туда. Я уже смотрю, и в этот момент падает вторая башня, которая врезалась. Когда она упала, это что-то невозможно было. Теракт в прямом эфире наблюдали миллионы людей по всему земному шару. Ужас, страх, паника. Эти чувства делали людей беззащитными и не давали правильно оценить события. Провокации, вот типа поджога Рейхстага, типа Перл-Харбора, типа начала войны американцев со Вьетнамом, это 1554 год, когда они имитировали нападение крейсеров, военных катеров на американские военные корабли. Так что же произошло с главным символом мирового финансового могущества, всемирным торговым центром? Писатель Вячеслав Королев провел независимое расследование. Ну, я как физик сказал, не верю. Я просто не верю этому, потому что это какая-то подстава колоссальная. 11 сентября он, как и миллионы людей во всем мире, не отходил от телевизора. Когда башни Всемирного торгового центра стали складываться, словно карточный домик, Вячеслав засомневался в реальности происходящего. Время коллапса и той, и другой башни равняется примерно 10 секундам. Коллапс Севенбилдинга меньше примерно 7 секунд. Это говорит о том, что здания разрушились, не испытывая сопротивления внутренних конструкций. Это возможно только в одном случае, если их взорвать изнутри. Ведь в 45-м году самолет уже врезался в небоскреб. Бомбардировщик Б-19 в тумане вонзился в самое высокое здание того времени. Это Эмпарис Тестбилдинг. Но то, что произошло 11 сентября и то, что тогда было, не подается сравнению. Он просто вонзился в это здание и застрял в нем. Произошел взрыв, то есть типа вот этого Impact Explosion. Погибло, или была бы с женой около 6 человек, но Эмпарис Тестбилдинг стоит, и вам того же и желают. А значит башни были заминированы заранее, причем с использованием военной технологии. На кадрах, которые транслировали в прямом эфире, хорошо видно, как взрываются несущие конструкции башен и межэтажные перекрытия, и лишь затем башни-близнецы складываются как карточный домик. То же самое происходит и с третьим зданием Всемирного торгового центра Севенбилдинг. Коллапс с ним произошел спустя 7 часов, в то время как первая башня это было 103 примерно минуты, вторая башня примерно полтора часа, а это 7 часов. О разрушении Севенбилдинг репортер британского телеканала BBC сообщил в прямом эфире заранее, за 26 минут до того, как здание рухнуло. Оказалось, что в этом здании в течение нескольких месяцев работали подразделения секретной спецслужбы. Именно здесь, как выяснили независимые исследователи, был центр управления чрезвычайными ситуациями, которые моделировали военные учения. В Севенбилдинге на 22 этаже находился отдел, который являлся отделом центрального разведывательного управления на 22 этаже. Там работали молодые люди в штатских костюмах, но со звездочками под их пиджаками. То есть, под пиджаками были кителя. И так далее. Вот. На 21 этаже был спецотдел, который подчинялся мэру Нью-Йорка. И на следующий день, это 19 сентября, значит, мэр Нью-Йорка, Джулиани, его фамилия, он должен был руководить учениями по биотерроризму. То есть, они должны были в Нью-Йорке создать элемент такой, имитации атаки на места скопления людей. То есть, если мы предположим, что это сделали они сами, то здесь, так сказать, очень четкая картина вырисовывается. Значит, спецслужбы были не просто готовы к этой ситуации, они контролировали ее. В это же время и в этом же месте 11 сентября 2001 года военно-воздушные силы США совместно с наземными службами гражданской авиации проводили учения по перехвату самолетов, захваченных террористами. Была секретная операция, что арабских террористов использовали, но в темную. То есть, они не знали, вообще, сказать, свою судьбу. Им разрешили захватить самолеты, то есть, захват был. И они летели. И произошла имитация захвата. И вот, когда, значит, они полетели к цели, то есть, в Нью-Йорк, в эти башни, произошел перехват этих самолетов. По версии Королева, с секретного аэродрома могли вылететь самолеты-беспилотники. А на экранах радаров произошла подмена. Именно самолеты-беспилотники атаковали башни-близнецы. А вот в здание Пентагона врезалась, скорее всего, баллистическая ракета. Экспертов очень смутили найденные на месте происшествия обломки самолета. Отверстие в стене, в которое якобы попал самолет, оно было меньше диаметром, чем диаметр фюзеляжа самолета. Возникал вопрос, как же так, значит, как засунуть этот самолет в эту дырку, значит, тем более, что где вещественные доказательства? Крыльев нет, двигатели отсутствуют. Вот только кому и зачем понадобилось разрушать символы финансовой стабильности не только Америки, но и всего мира? Королев связывает этот кровавый спектакль с людьми из администрации президента. Они обладали властью, технологиями и деньгами для создания столь масштабного теракта. Ну, одна из фамилий названа, это Филипп Зеликов, он был членом этой комиссии, его в свое время пригласила Кандализа Райс, это профессор, у него диссертация была посвящена очень тонким вопросом, как управлять населением, чтобы создавать такие психоделические ситуации, то есть, как воздействовать на огромные массы населения, с тем, чтобы их вести в нужном для устроителя этого дела направлении. Возможно, целью организованного спецслужбами США заговора была очередная война, на этот раз с мировым терроризмом. Это позволило ненадолго отложить мировой экономический кризис. Такая схема уже сработала в 40-х годах 20-го века, но может ли она помочь в 21-м веке? Или все-таки тайные правительства перестанут плести заговоры и инопланетяне больше не будут посещать нашу планету инкогнито, а высадятся на лужайке перед Белым домом и решат все проблемы человечества? Сын, она не в кем валится. Вот это его дословные слова. Возможно, и высшие бельдербергские комитеты и рядовые участники клуба являются членами различных тайных обществ. В пользу этой версии говорит странный факт. На логотипах 147 самых влиятельных компаний присутствуют масонские символы, как и на американском долларе. Это произошло в 1934 году в Америке в разгар Великой Депрессии. Генри Олес, помощник президента Соединенных Штатов, предложил Франклину Рузвельту самый оригинальный способ борьбы с экономическим кризисом. Поместить на однодолларовую купюру священные масонские символы. И президент согласился. Возможно, его решение стало отчаянной попыткой спасти положение, ведь в тот момент в Америке были безработица, голод, массовые беспорядки. Так началась Великая Игра, цель которой стала понятна лишь спустя десятки лет. Это ванкнота 1928 года, а это 1935. На оборотной стороне появилась большая государственная печать Америки. По одной из версий, дизайн нового доллара Генри Олес поручил сделать известному русскому мистику Николаю Рериху. Этот факт скрывают до сих пор. Всевидящее око. Пирамида иллюминатов. Надпись на латыни «Новый мировой порядок». Масонские символы появились на американской банкноте в 1935 году. Зачем на американский доллар были помещены символы одного из самых древних и влиятельных тайных обществ? И почему, как только новая купюра была пущена в оборот, в США началась Великая депрессия? В периоды войн, революций и экономических кризисов мы начинаем задумываться, что это происходит не просто так. И все это организовано некими тайными обществами, которые управляют миром из-за кулис. Что можно сказать о том, что тайные общества, как говорится, правят миром? Тайных обществ масса. Что они из себя представляют, не знает никто. Недавно группа американских математиков провела исследование и доказала, что ряд крупных компаний оказывает влияние на жизнь всей планеты. Они выявили с помощью математической модели 147 таких компаний. 147 компаний транснациональных корпораций, что называется ТНК, сокращен. Странение либеральных идей. Однако у Адама Вейсгаукта были более частолюбивые планы. Он готовил передел мира. Девиз ордена «Новый мировой порядок». Кстати, эти слова нанесены и на долларовую купюру. За этим стояла и форма такого, может быть, жестокого, скажем, послания к обществу. Как удалось иллюминатам не только захватить мир, но и убедить всех, что их не существует? План был дьявольски прост. Внедрить братьев иллюминатов в масонские ложи и захватить контроль над ними. Если бы иллюминаты звучали на греческом, то они звучали бы очень нам хорошо знакомо. Они бы звучали люциферы. Вот. Но для того, чтобы не использовать так хорошо что всем знакомое звучащее, его перевели на латыни. Они стали звучать иллюминаты. Что такое люциферы или иллюминаты, если дословно перевести? Это или сияющие, или просвещенные. Возможно ли, чтобы все великие потрясения, которые переживал мир, были делом их рук? Мы понимаем, что Великая Французская Революция не могла бы произойти без участия членов в тайных обществ. Мы понимаем, что Великая Американская Революция, которая велась Джорджем Вашингтоном, не могла бы, наверное, состояться, если бы не содействие. Семья Рериха была связана с масонством во многих поколениях. Дед художника входил в рижскую масонскую ложу, а родственники его матери были членами ордена Розенкрейцеров. В 1935 году во время своего третьего и последнего пребывания в Америке Николай Рерих якобы тайно работает над новым дизайном доллара под псевдонимом Сергей Макроновский. Что заставило создателей купюры тщательно запутывать следы? Скорее всего, Генри Олес действовал по поручению очень влиятельных людей. Итак, в левом углу доллара пирамида из 13 кирпичных ступеней. Над ней в лучах света парит всевидящее око или глаз Люцифера. Это пирамида иллюминатов. Иллюминатов как организационная структура никогда не существовала и не существует в природе. А названием иллюминат или более подробно это звучит как тамплиер иллюминат через черточку. Называется высшая часть любого тайного общества. Политбюро выражает сайским языком. Однако есть данные, что орден иллюминатов все же существовал. Он был образован в 1776 году в Баварии иезуитом профессором Йонгольштадтского университета Адамом Вейсгаутом. Формальная цель ордена распространена. Столько же богатейших людей мира владельцев самых крупных корпораций по одним данным 150 по другим 120 человек в 1954 году создали закрытый клуб получивший название Бильдербергский. Мы можем смело предполагать что связи Бильдербергского клуба и этих избранных компаний скорее всего очевидны. Возможно это и есть то самое загадочное теневое правительство которое управляет миром сегодня. Деятельность Бильдербергского клуба окружена тайной. В клубе соблюдается строгая иерархия. И реальная власть сосредоточена в руках нескольких человек. Журнал Forbes когда печатает богатейших людей мира если кто-то возьмет на себя желание полистать его то с удивлением увидишь что там нет фамилии Рокфеллер Оппенгеймер Ротшильд Дюпон Марган и так далее и так далее Таймс то есть как раз богатейшая десятка вообще в журнал Forbes не ходит как это неудивительно Все дело в строжайшей конспирации богатейшая десятка раз в год собирается на одном из островов Карибского моря что происходит за закрытыми дверями неизвестно Был разговор с бароном Ротшильдом старым бароном Ротшильдом то есть главой семейства я его спросил а вот действительно что масоны они что-то из себя представляют о мировой закулисе о мировом правительстве он сказал ну что вы что вы мы тут собираемся старейшие джентльмены поговорим о музыке о культуре о живописи сделал паузу добавил а на завтра